Ой, ну шо, черепузики, жара, жара, а пожрать на камеру надо, обязательно, это святое дело, пожрать. Да, жарко, а жрать надо. Мне не жирно, вам не знаю, ребят. Меня смотрят только жирные, толстые, кто на диете худые, меня не смотрят. Обед сейчас у меня будет бомба. Жара у нас плюс 45, я вымылась, это я просто закололась, чтобы потом. Так, компот допиваю прям ледяной, сейчас еще поставлю. Ледяной прямо, сейчас допью его весь. Соль, как всегда. Ваша любимая сковородка. И две соседки. И спагетти. Ребят, спагетти мне эти не понравились. Я брала в синей упаковке, не помню. Три кусочка хлебушка маленьких. И салат из помидор, укроп, чеснок и масло. Девки, вот это не понравилось. Все, погнали. Вот сюда. Макароны. Мне не понравились эти спагетти. Какие-то непонятные. Сейчас мы салатом разбавим. Да. А вы как хотите, смотрите, Чучундры. Там одна мне пишет, Чучундра. Девки, да что вы пишете? Вы хоть пишите, запишите. И ваше мнение у меня как-то кошки в жопу. Вот честно. Эльвира это пишет. Эльвира какая-то на кэ. Там идите почитайте. Я ее не удалила. Эльвира, не надо завидовать. Но она пишет мне, что я такого возраста, как она. Да слава богу. И она помогает своим дочке и внукам. Или внучке. Я не знаю, там почитайте. Мне неинтересно, кому она помогает. И я работаю. Да ради бога, иди работай. Я что, виновата, что твои дети работать не умеют. У матери деньги последние забирают. Я-то при чем здесь? Я свое. Иди, говорит, работай. Ждешь, когда тебе на кондиционер кинут. Но тебе это не волнует. Ты бы могла бы написать, если бы ты мне кинула бы и написала. А ты чужие деньги не считай, не завидуй. Бери телефон. Телефон и снимай. Как все. Ты что думаешь, только я такая одна в интернете. И снимай. Я свое отработала. Я пенсионерка. Мне 56 лет. Я отработала. Я не виновата. Мои дети работают, детей воспитывают. Едят, отдыхают, кормятся, одеваются хорошо. Квартира. У меня и ни деньги не просят. Они сами своих детей. А я при чем здесь? Что ты пенсионерка работаешь и своим детям и внукам помогаешь. Я виновата, что ты так детей своих воспитала, что им денег не хватает. Иди заставляй их работать на трех работах. А что? Понятно, чучундра? Еще какая ты чучундра? И твои дети чучундра. Если работать не могут, вышли замуж или женились, нарожались тебе детей, внуков, как ты там жалуешься, и у них денег нет, не хватает. Я здесь при чем? Я при чем? Пускай на трех-пяти работах. Пускай не рожают. И будешь тоже кайфовать, отдыхать. Вообще вкуснятина. Бери телефон. Я тебе один пример приведу. Там есть пенсионерка, она по всем каналам и в Ютьюбе. Очень хорошая женщина, ребят. Нина Александровна. Она с Новосибирска. Она везде, во всех чатах. Она начала, это моя знакомая хорошая, она начала в ТикТоке. У ней детей нет, только племянницы, там не знаю, кто там, 41-го года. Детей нет, у мужа умер, однокомнатная пенсия 10 тысяч там или 12. Она три или четыре года назад завела ТикТок, а сейчас она, извините, живет свое удовольствие. Да, она занимается Ютьюбом, ТикТоком, там еще чем-то в Инстаграме. Она зарабатывает деньги. Она зарабатывает деньги. Ей 67 или 68. Она молодец, я горжусь ей Ниной Александровне. Она теперь что хочет, кушает. Она ходит, одевается. Она не нуждается ни в чем теперь. Она тоже так же сидит, как и я. И что дальше? Спустись с Луны, Эльвира, на Кэ. Спустись с Луны. Вот так надо делать. Вот так. Там Иринка есть молодая, 40 лет, и нет, 43 детей муж сбросил. Она молодец. Зарабатывает, жрет. Молодец она. Молодец. И квартиру, две машины, и детей обеспечит. Молодец. А если Эльвира, твои дети только умеют сувать и рожать, это не моя. Я не виновата, что ты пенсионерка, работаешь и помогаешь им. Это плохие дети у тебя. Хорошо, не так? Так. А что им денег не хватает? Бабы старые им помогают. Пускай идут работать. На пяти работах. И твои дети, внуки все увидят в жизни. Сейчас 21 век. Голова не дурная, чтобы рожать детей. Ну, ребят, что я неправильно сказала? Идите, почитайте, я ее не убрала. Я здесь при чем? Что она детям своим, внукам помогает. Извини, Эльвира, мои дети ни в чем не нуждаются. И внуки не нуждаются. У них есть папа и мама. Они работают, семью обеспечивают. А я пенсионерка. Я своего сына поднимала одна, никто не помогал. Ну, слава богу. Понятно, Эльвира? Никто мне денег не давал. Никто. Я имею право заслужила на пенсии кайфовать. Да. Я не скрываю, мне помогают мои подписчицы. И что дальше? Да. Бери телефон, снимай, тебе будет помогать. И пенсия твоя целая. Да. И окно мне вставили. И все сделали. Мыться где? Ну, я здесь причем. Не надо завидовать. Сейчас 21 век пускать. Войдите, работаю. Много чести. Про тебя говорить. Идите там, ребят. Я не стеснительная. Видите, почитайте, пишет. Работать не заставляет. Видите, вы работаете. Правильно работаешь, что твои дети нищие и внуки. Что ты помогаешь им. Слава богу. А если бы это дети были умные, они работали, как говорится, пословицы таких у русских очень много пословиц. А тасинки не родятся, а песинки. Что посеешь, что пожмешь. Кто виноват? Сами виноваты родители. Вот и работай, помогай. А я буду жрать эти макароны. Ребят, вот эти не берите. Спагетти. Ой, как же они называются? Слава богу, я одну взяла на пробу. Они, видите, как они... Они не круглые. Вот эти спагетти, я их ломаю. Какие-то плоские. Вообще не понравились мне. Да ну. Сейчас компот сварю еще. Что-то написала, мне написала там строчишь. Я всегда говорю, здоровье мне и моим детям. Это ты так воспитала своих детей, что ты работаешь старая и им помогаешь. Пускай идут на пяти работах работать. Чужие деньги не считай. Это плохое дело. Чужие деньги считать. Ребят, еда это чудо. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Ребят, духота дома. Я сейчас задремала. Наверное, дождик будет. Прямо на сон клоне. Ну, я такая проснулась. Думала, что-то не то. Надо вставать, жрать. На камеру. Ревира, приходи ко мне. Я тоже накормлю тебе. Я не жадная баба. Я накормлю. Что есть я тебе дам? Приходи. Даже со своей семьей. С детьми, с внуками. Ты же жаловаешься. Приходи, да. Внукам фрукты куплю вашим. Угу. 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 Вот Нина Александровна. С Новосибирской пенсионеркой. Денег не хватало. Она выкрутилась. Сидит в интернете. Она на ламочке не сидит, не сплетничает, как вы. Никого не перебирает. Молодец. Молодец, Нина Александровна. Она сидит и зарабатывает деньги. Уважаемый человек она. Её теперь в Новосибирске узнают все. Молодец. Там ещё какой-то соседке она помогает. Да. Бабке какой-то помогает, я видела. Она молодец. Вообще вкуснятина. Ммм. Эльвира, вообще вкуснятина. Ммм. Ну, я поняла. Эльвира, это тальтарское имя. Ну, я знаю Татару хорошо, что у них своих детей обеспечено и нет. Да вообще мне пофигу на её и на её детей. Угу. Угу. Ха-ха-ха-ха. Девки, конечно, макароны. Это очень плохо, чужие деньги считать. Ну, я хочу сказать, я вам не нравлюсь, но вы же меня смотрите, вот что удивительно. Мне бы я не понравилась, я бы ушла другую смотреть. И там ещё какая-то Чучундра пишет. Лариса какая-то. Ну, меня-то смотрят они. Ну, Чучундры, прокладки я их зову. Ребят, запомните на всю жизнь. В Ютьюбе или других хейтеров нет. Это кто-то придумал, они. Их надо называть Чучундры. Прокладки. Прокладки их называют. Вя. Хейтеров нету. Это прокладки. Это они сами придумали это слово. Девки, макароны так вкусно есть. Зависть это очень плохое дело. Вы меня тихо смотрите с левых аккаунтов и завидуете. Нельзя. Девки, вот это так вкусно делать. Ну, вот эти макароны не берите. Как же они, не макароны, а спагетти. Как же они называются? Синяя. Я в магните брала. Синяя упаковка. Я думала. Я думала. Я думала, дочери. Я думала, они хорошие. Макароны очень плохие. Девки, не берите их. Не берите их. В магните я брала спагетти. Ну, эти какие-то спагетти сплющенные. Девки, вообще, объедение. Я здесь при чём? Ммм. Я при чём? Угу. Девки, вкуснятина такая. Я сделала салат, помидоры с маслом, чесноком и укроп. И туда макароны. Знаете, какая вкуснятина? Ой, ну ладно, хватит вам. Сейчас будете мне пищать. Ольга Валерьевна. Чё там за помои? Идите. Ребята, очень вкусно. Очень вкусно, ребят. Кто так не делал, попробуйте. Салат из помидоров. Ну, что хотите сюда и делайте с маслом. Лук и чеснока. И туда спагетти кидайте. Как с кетчупом. Ребят, такая духота, ребят. Кто бы знал бы. Ну, я хочу сказать. Мы вчера с соседкой сидели до полдвенадцатого. Духота, дышать нечем. На лавочке мы всегда вечером сидим. Ну, перед сном. Сейчас компот ещё сварю. Ой, свинья. Сейчас допью там чуть-чуть. И это. Сделаю ещё компот. Пускай с компотом вкусно. Хорошо, холодно. Прямо холодильник. Три татушки, три татан. Девки, приезжайте в гости. Ну, шо вы? Что здесь доехать до Калуги? Кофейку попьём. Пока жарко. Вы не думайте, я в общаге. У меня мыться есть. У меня всё отдельно от соседа. Не переживайте. Свою корочку вымыть-то. Приезжайте в гости, девки. Что там доехать-то на... Сейчас в поездах ходят. Поезд нету. Газельки ходят напрямую. Эти, икарусы ходят. Как их икарусы называют? Ну, это раньше называли. Не выброшайте. Приезжайте, девки. Накормлю. Вы что, думаете, я вас грибами буду кормить? Или сак? Лёшик шиком были у меня. Ничего, живые. Девки, попробуйте. Такая вкуснятина. То бы вы макароны кетчупа наливали бы там. Или соус. А это такая вкуснятина. Жиречка. Ммм. Ммм. Понятно, Чучундры? Что вы пишете мне, это до моей жопы. Как я делаю, так и буду. Никому это неинтересно, ваши записи. Я вам говорю, если вы мне пишете, вы меня смотрите. Эфиры мои в тихуше смотрят. Вам интересно, Ольга Валерьевна. Я популярная. И вам интересно. Вы же не смотрите там Серёгу Скорпиона, а меня идёте смотреть. Значит, я интересный человек. И мне не жирно. А вам не знаю. И пишут, отметим, что тут Лариса. Крыса. Чучундра. Прокладка. Идите, почитайте, ребят. Они меня смотрят. Видите, им нравится меня смотреть. Я бы сейчас соседочку ещё одну съела бы. И каждый день пишут. Они их любят меня смотреть. Смотрите. Ты же свою фото, рожу, не поставила. Лариса. Лариса, это и это, из мультика Шапакля. Там вот крысы, видели, бегала? Вот это Лариска. Ну, мучвинь-то, видели, что бурашка? И там есть крысы бегала, Лариска. Вот это вот. Не надо завидовать. Ммм, девки, какая сейчас за хлебушком. Вот так вкусные есть. Но вот эти мне не понравились. Пагетти, я беру сюда другие. Все такие вкусные эти. Вот так, Чучундра. Хватит жить, как попало. Будем, как придётся. Я знаю, вы, наверное, смотрите. Вам Вовка нравится. Но Вовка... Он избирательный. Любит других женщин. Девки, я обожралась. Сейчас лягу, буду лежать. Вы не поверите, я вот так лежала. Не шевелялась. Я вымылась. Её так вот лежала, не шевелялась, чтобы... Да, я без Ливчика. У меня шестой, седьмой, наверное. И я лежала, чтобы это, не смея, не вспотела я. А что делать? Девки, жара невыносима. Я не знаю, как вы, но я сейчас компот буду варить ещё. Всё. Буду компот варить. Посуду я не буду мыть, не хочу. А что, я дура, что жару посуду мыть? Сейчас посуды навалом дешёвые. Поела, выкиня. Я же в интернете сижу. Это, наверное, вишня. Девки, конечно, компот стал совсем другой. Раньше такой был сахар-фруктовый компот. Ой, там черносливы, вот. Яблоки, груши, всё. А здесь чернослив нету. Одни яблоки. Девки, какая еда это? Чудо. Всё, в этот раз я объелась. Ладно, а что, жару и жрать не надо? Я вчера не ел, ребят. Я вообще не знал. Думаю, господи. Что, жрать теперь нельзя? Воздухом дышать нельзя. Это нельзя. Вы не переживайте, ребят. У меня с щитовидкой нормальный сахар хороший. А то сейчас начнёте писать. У меня это, слава богу. Ой, ребят, объелась. Ребят, попробуйте так салаты и... Ну, можете макароны или спагетти. Прямо туда. Туда и туда и прямо. У нас ягодами торгуют уже. Ягодами. Соседка предлагала сверху. Этот предлагал. Потом вот с этого дома. Вчера с ним разговаривали. Сперва подавали литровая банка тысячу рублей. А сейчас теперь, он мне вчера объяснил, пол-литровый 500 продавали земляникам. Москвичи, они идут на трассу. У нас здесь трасса. И москвичи всё скупают. Да. У нас всё москвичи скупают. Они вот... Мы стоим всем в ряд. Отдадите постолько-то, да. И 800, и 700 литр. Да. Вот. Усик прямо скупает. Вот я вчера разговаривала с 16-го дома. Мужиком тоже ходят. Ну, собирают. И куда... Не знаю, куда ходят. Где змеи? Туда вот. Куда мы ездили. Он сказал, змеи есть. Он, говорит, видел. Я говорю, естественно, у нас медянок много в Товарково. А там не знаю, какие. Он, говорит, я видел. Вот, он, говорит, я стою. Там и все едят на трассе. Если бы они деньги эти собирали бы, одевались бы. Это, ладно, женатые. А эти. А то пропивают девки. И чтобы, знаете, труд собачий собрать, во сколько-то стоять, и пойти на трассу. Это хорошо так москвичи всё скупают, да. Он, говорит, всё скупают. А земляника... Это земляника. А у нас есть ещё лесная... Подождите, я перепутала. Клубника. Земляника и клубника. Клубника тоже. Люди, говорят... Он рассказывает, чаровой, говорит, вообще... Взяли... Там такая крупная в этом году. И это... Топчут. Топчут. Потому что земляники много. Всё прям москвичи выискупают. Грибы я не спросила, есть грибы или нет. Но они ходят и по грибе, и по малину ходят даже. Вот они зарабатывают вот с этого дома. Он, говорит... Я что-то не спросила про грибы. Но малины ещё рано. Они куда-то тоже малину ходят. Не знаю, куда ходят. Черника не знаю, но они ходят, собирают всё. На трассу. Веники у нас продают тоже. Дубовые, берёзовые. Да, москвичи всё скупают. Грибы тоже. Кто хочет, тот заработает. Правильно? Каждый человек сам по себе. Вот эти ходят по лесу. А я не пойду по лесу. Ягоды, грибы собирать. Нет. Я всяких козявок этих боюсь. И этих змей. Боже упаси. У нас здесь их много очень. Они противные. Вот показывали по телевизору. Когда вчера я смотрела. Мальчик на мопеде или на лоспеде ехал. Да, на ногах были резиновые спаи. И в руку. Вот сейчас больница. Змея. Сейчас жара. Их очень много. Вот так кинулась. Они же... Змеи-то в какой рост? Какая длина? Какая длина змеи? Такая. Знаешь, они вот столько прыгать будут. Если такая, и нас ещё. Сколько вот сантиметров, метров, метр. Знаешь, они на метр будут прыгать. Если здесь резиновые, значит, они кинутся и в шею, и в нос, и куда хочешь. И сюда вот, вперёд. Да, девки, это хорошо люди так, это сыворотка есть там, и у капельницы. А если вот нету во больницах? Если везти куда-то далеко? Капец. Вот пока. И в интернете тоже этот мальчику показывали. Ну, подросток. На Успеде или на мопеде ехал. И хоть даже не трогал. Вот так. А вы говорите купаться. Ладно, мои три татушечки, три тата, три татушечки. Позвонить надо Натахе, девке, да? Позвоню сейчас Натахе. Она, наверное, плачет, что я не звоню. Ладно, зайки, давайте. Пошла я. Компот сейчас сделаю. Шумилка, мышь. Семь часов приходите на музыку, ладно? Я еще раз говорю, музыка стоит сто рублей. Сто рублей. Есть, чтобы станцевать, я вам станцевала, пятьсот рублей. Не пишите мне там музыку, включите песни. Песня сто рублей. Я тоже так же зарабатываю, я сижу и работаю здесь. Как и вы на заводах, там, горшки моете, или что вы там, что вы делаете, не знаю. Я сижу, зарабатываю здесь. Песня сто рублей. В семь часов приходите.